Тогда к следующему пункту. Есть в лайве аудиоканалы, есть миди-каналы. Значит, аудиоканалы добавляются яблоко либо ctrl-t. Вот я там раз нажал, их много добавилось. Миди-каналы добавляются яблоко или ctrl-shift-t. Вот, то есть мы добавили. Чем отличаются? И те, и те воспроизводят звук, но из разных источников. На миди мы можем добавить VST-синтезатор, либо какой-то плагин, либо что-то такое. Если у вас есть внешний синтезатор, мы также по миди им можно управлять. И довольно просто создать клип. Два клика мы сделали. И вот видим здесь у нас нотки. Собственно говоря, сейчас я вам покажу, как это работает. Простейший пример. Мы добавим сейчас сюда драм-машинку. Вот. Я посмотрел, где у нас бочка. И чтобы у нас, допустим, заиграла обычная бочка 4 на 4, нужно ее поставить вот сюда. Вот. Это как бы одна нота. И, допустим, вот мы еще сюда поставим, сюда. И у нас сейчас будет 4 бочки. Простейшая история. Это я вам показал простейшую вещь. Это, допустим, если у нас драм-машина. Если у вас есть какой-то синтезатор, который издает какие-то хитрые звуки, то можно на нем играть. То есть с клавиатурой. И потом это записать. Вот. Мы это записали. Видите? Это как бы вот эта нота, которую я сыграл. Как я сейчас это все издевал? Во-первых, мы должны добавить какой-то синтезатор на канал. Во-вторых, создать клип, либо не создавать его. И выбрать, откуда будет приходить миди-сигнал управляющий, откуда будет приходить нода. Сейчас выбраны все входы и приходит с клавиатуры. То есть я играю на клавиатуре. Миди-устройства никакого нет. Да, его нет. Поэтому мы ничего не слышим. Однако, когда мы вот выбрали клип, то слышно, то есть видно точнее, какие ноты я нажимаю. Вот. Чтобы это происходило, нужно не забывать нажимать вот эту красную кнопку внизу. Вот. Если ее не нажать, то у вас ничего играть не будет. То есть приходить сигнал будет, играть ничего не будет. Ну, такая фигня. Вот. Добавляем, значит, опять инструмент. И здесь необходимо сделать очень важное дополнение. На аудиоканалах это красная кнопка, это запись. Вот. Я могу сейчас записать свой сигнал, свой голос. Вот так. Раз, два, три, четыре, пять. Ай, ничего не слышно. Раз, два, три, четыре, пять. Это я только что записал, это свой голос. Это вот кнопка на аудиоканалах. На миди-каналах она действует иначе, но тоже записывает, только не аудио данные, а миди данные. То есть любое нажатие на клавиши, оно будет записано. Как это выглядит? Вот готовый клип, я в нем что-то нажимаю. Видите? То есть я нажал, и самое важное и самое сложное, что это записывается поверх. То есть вот я нажал, все, что было поверх этой ноты, перезаписалось. Вот еще раз я нажал, все это поверх перезаписалось. Естественно, вы можете это редактировать, там выделить, удалить ненужные ноты. То есть там здесь тоже что-то удалить, ну то есть что-то такое сделать. Но вы должны это помнить, когда вы нажали кнопку, что-то записали, потом вы решили еще поиграть, а у вас оно автоматом записалось поверх. И вам потом придется что-то с этим делать. Либо как-то, то есть будьте внимательны. То есть вот эта кнопка, она не только активирует режим, чтобы вы могли играть на синтезаторе, но и активирует одновременно запись. Вот. Это очень важный момент, и не забывайте об этом. Так. Соответственно, вот, MIDI-клипы создаются очень просто. Если вам нужен MIDI-клип какой-то большей длины, чем один такт, вы просто двигаете либо метку с петлей, так как там нет аудиоданных, то он может быть совершенно любого размера, то есть вы можете в него потом вписать что-то. Если вам не нужно, чтобы он играл лупом, то вы двигаете кнопку play, потом подвинув опять метку loop, у вас, видите, все возвращается на круги своя. Также действуют вещи насчет запуска, то есть вы можете настроить, когда, какой клип будет играть и как. И насчет кривых. Но кривые здесь несколько иные. То есть если у вас есть какое-то устройство, а вы можете также помимо какого-то синтезатора добавить сюда эквалайзер, то вы можете для этого клипа, не для этого, для другого, вы можете для этого клипа приписать какие-то изменения для эквалайзера. То есть вот огромное количество первая полоса, там резонансы, громкость полосы, частота этой полосы. То есть что значит A и B? Это каналы левый и правый, то есть эквалайзер тестерия. Вот. И MIDI изменения. Вот эта вещь очень важна для чего? Когда у вас внешний синтезатор, который работает по MIDI, и вы настроили выход с этого синтезатора, там сейчас. Важные пояснения. Если у вас на MIDI канале есть какой-то VST синтезатор, то MIDI синтезатором, внешним модулем, вы управлять не сможете. Вам нужно его обязательно удалить. И таким образом… Я считаю тут странно. Вот. Когда я удалил все устройства, у меня появилось MIDI-2. Это то, куда будут отправляться ноты и любые изменения MIDI. Вы знаете, что такое control-change? Нет? Никто не знает. Объясняю. Синтезаторы железные, ну то есть модули железные, в них огромное количество параметров, которыми вы можете управлять по MIDI посредством изменений их control-change. То есть частота генератора, она там, у нее control-change там 1, у фильтра в этом синтезаторе частота, это control-change 2. Изменяя их из live, вы можете изменять звук на синтезаторе, который железный. Соответственно, вот выбрав здесь и потом прописав кривые вот здесь, это вот как раз список control-changes. Их здесь 120, о, спасибо. Их 120, на самом деле их 128, просто некоторые нельзя изменить. Вот. И то есть на каждом синтезаторе вот это значение 82, 81 может быть разным, совершенно разным. Таким образом, вы можете с помощью MIDI-клипа управлять не только виртуальным синтезатором в вашем компьютере, но и любым синтезатором, который у вас вовне, который вы подсоединили по MIDI. И этим, причем не только синтезатором. Если у вас есть какие-то эффекты, дилей, там, обработка, компрессор, которые получают MIDI, вы можете также это запрограммировать, и в нужный момент у вас будет что-то происходить. Это касаемо MIDI. И вот, соответственно, сейчас у меня есть несколько MIDI-выходов. Два MIDI-выхода с моей звуковой карты, еще один MIDI-выход вот с моего контроллера, то есть они железные здесь. И можно подключить что угодно и вот изменять что угодно. Что еще сказать по поводу MIDI? Ну на самом деле по MIDI это все. То есть каких-то других функциональностей здесь нет. то дальше... Дальше... Субтитры сделал DimaTorzok